Партийцам начальник управления образования доложила, что к 1 сентября в Сочи откроются пристройки к 15-й гимназии и 82-й школе. Каждый корпус на 400 мест. Их готовность и благоустройство территории 1 августа лично примет Анатолий Пахомов. Рассказала Ольга Медведева и о перспективах. Важнейшая – это новая школа на 1100 мест в микрорайоне Макаренко. Появится она на месте бывшего корпуса СГУ. Здание полностью отремонтируют и сдадут в 20-х числах декабря. Естественно, что Ольга Николаевна, да и я очень хотим, чтобы еще пристройку сделали к 23-му лицею. И если мы сделаем к 23-му лицею пристройку, то мы железобетонно центральный район переведем в принципе на первую смену. Правильно? Да. На одну смену. Это, конечно, будет достижение. В следующий год строительство железобетонное, подтвержденное уже по мамайской школе, нам подтвердили еще школу, что дадут деньги на школу в Красной Поляне. Там тоже уже необходимо строить. Поэтому на следующий год железобетонно две школы. Две школы в 2020-м начнут строить, а одну сдадут. Это школа в Амеретинке. В целом плюс еще 1900 мест. А еще в своей очереди на расширение ждут школы номер 11, 23 и 4. Но это не все. Кроме этого, готовы уже проекты и экспертизы на школу на 1100 мест и на детский сад на 300 мест. На северном склоне Бытхи. Почти готова школа на Красной Поляне. Выход из экспертизы на 400 мест и на 80 мест. Детский сад на следующий год. Там, Прикладыч сказал, будем строить. На следующий год будут полностью готовы, к концу года будут полностью готовы проекты с экспертизой. На школу на 1100 мест и на детский сад на 300 мест. В Дагомысе на улице Ленинградской. И уже на выходе сегодня я разговаривала с инвестором Антон Николаевичем. На выходе школа на 400 мест. Экспертиза, чтобы прошла хорошо. И детский сад на 80 мест на Министерских озерах. Это ближайшие два года. Такие же положительные темпы наблюдаются и в другом масштабном проекте города-курорта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это шестилетний национальный проект, в рамках которого ежегодно из федерального, краевого и муниципального бюджетов городу будет выделяться 830 миллионов рублей. В этом году на эту сумму планируется отремонтировать 63 улицы Сочи. На сегодня выполнено 62% работ. 29 улиц у нас сегодня в работе, на 10 из которых мы планируем закончить работу до буквально 1-2 августа. И оставшиеся улицы мы планируем и закончим на них ремонтные работы, включая улицу Ленинградской, где у вас капитальный ремонт, до 25 августа. На сентября все закончено. Это 85 километров дорог будет отремонтировано. У нас сегодня есть стопроцентная уверенность, что все дороги, повторю, все 100% дорог в 2025 году будут приведены к нормативному состоянию. Нацпроект, в который мы попали, он дает возможность эти все улицы, все доедино, и кроме того еще межквартальные, привести в нормативное состояние. То есть они должны быть такими же идеальными, как федеральные, как краевые. То есть они должны не иметь даже лака. До 2025 года, как я уже сказал, в городе не должно не остаться ни одной улицы, которая не будет иметь хорошего твердого покрытия. Для удобства жителей, отмечает Пахомов, создан сайт дороги.сочи.ру. Там можно ознакомиться с информацией про дело на текущей и запланированной работе по ремонту и благоустройству. Там же можно внести свою улицу в список нуждающихся в ремонте. Татьяна Говоркова, Инга Габеша и Алексей Давыдов. Телекомпания ФКТ.